Мы, счастливчики, дожившие до этого радиоактивного дня, дождавшиеся-таки четвертой части Fallout, ставим крепкую пятерку всей команде Bethesda за то, что нас не обманули и не подсунули нам дешевый суррогат, синтетик, взамен обещанного гигантского мира. Повторять вводные игрушки не стану, об этом у нас был предыдущий выпуск, можете нажать на ссылку справа вверху. Единственное упомяну, что с 200-летним сном героя мы угадали – Криоза Морозко. Вслед за его пробуждением в постапокалиптическом 2077 году нас жестоко встряхивают за шиворот, убивая на глазах одного родственника и нагло воруют другого. Таким образом, главная линия сюжета вьется вокруг поиска умыкнутого младенца, создав своего персонажа, а креация продумана на пять. Вы можете настроить под себя всё, вплоть до шрамов и коронок на зубах. Мы выходим в новый прекрасный мир после ядерной войны. В этом мире нас ожидают бесчисленные местечки, поселения, заводы и заброшенные бункеры, хижины и даже водоочистные сооружения, в каждом из которых есть какая-то загадка. В иных можно наткнуться на квест, кидающий нас на другой конец мира, но есть места и со своей законченной историей. Просто пробежать линию главной кампании, бросив второстепенные квесты и не тратя времени на исследования Open World, это как отправиться в путешествие вокруг света, но глаза при этом открывать только в столицах государств. Всё вокруг живёт, и в этом всём вас не будут вести за руку и рассказывать «туда не ходи, сюда ходи». Вы вольны идти в любую сторону и нарываться на любые неприятности. Выстрелы слышны отовсюду, там братство стали отмахивается от гули, здесь рейдеры чистят поселение, а вот тут окопался маньяк, устроивший на подступах к дому полосу выживания. Несколько фракций делят сферу влияния между собой, и поэтому, из-за старых как мир причин, у них постоянные разборки. Можно вступать в эти фракции, можно ввалить всех без объяснений или попросту обносить, кто не понравился, и путешествовать дальше. Тут всё весьма на руку то, что убрали так называемые очки кармы, даваемые или отнимаемые за плохие и хорошие решения. Теперь молчаливым свидетелем ваших деяний будет только ваш компаньон. Да, в игре есть возможность подбирать себе компаньоны. И первый из них собака, по прозвищу Псина, встретится вам уже через 5 минут после выхода из убежища. Всегда верный, никогда не надоедающий, бессмертный и становящийся настоящей подмогой даже в бою, если выучить один из перков. К тому же хвостатый умеет находить полезный хабар. Один из примеров, в котором собака незаменима, это возможность обеспечить себя крутейшей пушкой в самом начале игры. Если помните, в убежище есть ящик, внутри которого лежит креогенная винтовка, но взять вы её не сможете, уровнем не вышли. Тут нужен 20-й как минимум. А рецепт прост. Выходите на поверхность, задруживайтесь возле заправки Red Rocket с четвероногим и тут же возвращаетесь в убежище. В комнате с сейфом просите Псина найти что-нибудь полезное. Вуаля, она вскрывает ящик, креогенная винтовка ваша. И помимо, это ходячий здравенный карман, в который можно напихать всякого лута, если место в Сидоре закончилось. Главное не заиграться, не начать измерять вместимость домашнего Рекса. Реальные собаки всё же не такие терминаторы. Компаньоны-люди тоже полезные, могут перекинуться пары фраз, отвлечь противника огнём и даже пофлиртовать. Но на всякий случай, для истинных мизантропов, в игре есть перк, повышающий умения одиночки. В каком бы вы ни стояли месте, в самом глухом лесу, разработчиками сделано всё, чтобы вам не было скучно. Отовсюду вы сможете увидеть хотя бы одну таинственную локацию, которую просто тянет посетить. Ломая терминалы, поднимая блокноты с трупаков и читая журнальные записи, можно многое понять об истории происшедшего, самой ядерной войны. И что случилось после того, как китайские баллистические ракеты достигли территории США. Помимо простого исследования мира, введена возможность постройки своего собственного поселения. От домов до последней турели в линии обороны. И чем более грозным получится ваше творение, тем более защищёнными в нём будут чувствовать себя ваши поселенцы. Эдакий симс для взрослых. С отслеживанием энергии, еды, количества болванчиков и бог знает чего ещё. Однако тем, кто не считает себя знатным агрономом и не любит пересчитывать клумбы, тем всегда можно просто не обращать внимания на эту возможность. Как и на возможность крафтить себе вооружение и броню? От слова «любую». Разработчиками продумано столько различных вариантов переделок и доделок любимых стволов и обмундирования, что список этот кажется бесконечным. Даже в системе перков есть специальный, находящийся в стволе интеллигенции, придуманный для истинных фанатов полировских стволов. Кстати, для тех, кто хочет понять, для чего существует какой-то определённый перк, выпущено 7 забавных мультиков, объясняющих, что к чему, с моим переводом. Для крафта, как и для устроения поселения, требуется постоянное наличие материалов, которые можно тащить из любой локации. Пружинки всякие, тряпки, доски, сталь и прочее. Собирать этот материал стало удобнее. Теперь его можно повертеть в руках и поинспектить. Здесь дадим ещё один совет. Если нашли суперклей, обязательно берите. Клея много не бывает, а нужен он буквально для всего. Боёвка в Fallout 4 в целом похожа на третью часть. Есть ствол, навыки стрельбы и опыт, подсказывающие уязвимые места противника. С набором опыта информации становится больше. Но при попадании игрока в переделку с несколькими врагами, игра превращается в беспорядочную свалку, в которой спасают режим Watts. В котором экшен превращается в широко известный slow motion, почти пошаговую тактику. Время замедляется, вы неторопливо убираете цель и тратите на стрельбу очки действия. Это упорядочивает происходящее, и игра становится гораздо изящней и правильней. Не стоит упускать возможность устроить макабр для врага или сбить гранату на подлёте. Однако не надо думать, что в Fallout 4 игра без изъянов. Например, непонятно, почему в 2015 году нельзя сделать нормальную анимацию персонажей, чтобы они не бегали как по пандусу, а передвигались согласно поверхности, на которой стоят. Почему во время диалогов артикуляция губ персонажей не совпадает с их речью? Вот ещё о диалогах. Сама диалоговая система немного упрощена, она стала динамической, и нам не запрещается прикончить клиента посреди тет-а-тет. Но вместо разветвлённых разговоров мы теперь имеем круг, в котором 4 варианта ответа. Теперь общение стало не столь интересным, а ведь раньше болтовня с NPC давала большое количество различной информации. Почему лицам героев настолько далеко до нормальных человекоподобных очертаний? А проникновение персонажей, да тоже псины сквозь текстуры, уже и так наслышаны и привыкли. Как понять, что герой, которому закрыт вход в помещение, тем не менее может проникнуть в него, попросту сев через окно на стул, стоящий внутри? И ещё, для тех, у кого проблемы с восприятием английского на слух, переведены на русский только субтитры, несмотря на запущенные игроками петиции. Однако субтитры не предусмотрены ко всем ивентам в игре, например, к радиовещанию. Так что пойманная вами частота с воплями о помощи или рассказы ведущего из Diamond City для вас останутся закрытой книгой. Получается так, что Fallout 4 не может найти главный вектор развития, и поэтому нахально вбирает всё, и 3D-экшен, и ролевые моменты, и симулятор выживания, и даже строительство, и забота о поселенцах. У игры, конечно, есть недоработки, но зато с ней вряд ли кто может потягаться по охвату вариантов. Что бы вы ни искали от игры, вам это попадётся. Используйте сеттинг на 100%, не стесняйтесь пробовать всё подряд, быть плохим, соглашайтесь на любой риск и авантюру, не бойтесь меняться. Попробуйте навыки, которыми не привыкли пользоваться. Постройте неприступный форт. Примите сторону, на которую вставать поначалу неохота. Вооружитесь хламатроном, замечательная пушка, для которой подходит буквально всё в качестве патронов, можно найти в первой же миссии с паладином-дансом. Взорвите что-нибудь и посмотрите на результаты. Воруйте всё, экспериментируйте, в общем, расслабляйтесь по полной, игра даёт вам для этого всё. Напоследок ещё несколько советов. Не знаете во что вкладывать очки умений поначалу? Вложите в четыре. Силу, чтобы побольше груза таскать и посильнее морду бить ближним бою. Выносливость, если не хотите стать зависимым от разных медикаментов. И дающая устойчивость к урону и радиации. Харизму, чтобы можно было пройти некоторые тяжёлые моменты вообще без боя, просто уболтав собеседника. И ловкость. А это на выскрытого перемещения и больше очков действия у вас, которые иногда бывают спасительным, потому что врагов, как правило, много. Из тяжёлой брони выбраться можно по длинному нажатию клавиши Е. Не смейтесь, многие игроки не могут найти этот вариант. И последнее. Это самый настоящий чит, поэтому его использование ляжет на вашу совесть. Мы предупредили. Итак, секретная локация со всеми предметами в игре. Попасть в тайник со всем существующим снаряжением можно, введя в консоли команду COC QA Smoke. Игра переносит вас в небольшую локацию, где находится вся коллекция силовой брони, станков, оружия, патронов и строительных материалов. После окончания ваших дел вновь открываете консоль. И на этот раз вводите COC UFO Crash Site 01. Окажетесь в пещере, по выходу из которой сможете путешествовать дальше. Как итог, не буду по-шкалярски ставить предмету оценку. Пусть каждый сам оценивает столь грандиозный труд создателя. Скажу лишь, что пропускать эту игрушку нецелесообразно. Хотя бы потому, что толковых игр выходит все-таки немного. А настолько продуманных, вариабельных вовсе мало. Такой вот резон. До новых игр, геймеры! Мы стоим на пороге новой войны. И мне страшно. За мою жену. За моего сына. И за себя. Я тоже служил в армии. И я слишком хорошо знаю, что война всегда одна. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...